В Волгограде прошел финальный этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». Масштаб мероприятия впечатляет. Всего в нем приняло участие порядка 300 тысяч школьников, а на заключительный этап в Волгоград приехали 120 конкурсантов. Это лучшие из лучших те, кто уже одержал победу в своих регионах. География участников обширна. Команды из Москвы и Московской области, из Мордовии, из Хантамансийска, Тольятти, Ярославля, Нижнего Новгорода, всего из 20 областей России приняли участие в финале этого грандиозного конкурса. Несмотря на то, что Олимпиада светская, большинство ее участников присоединились к общей молитве в соборе и после окончания молебна подошли под благословение к священнику. Хотя Олимпиада светская, но факт молебна – это та возможность привлечь, показать, познакомить детей и родителей участников Олимпиады с нашей православной верой. Но присутствие на молебне – дело добровольное, и, как видим, сколько много присутствует, то это свидетельство о том, что в сердцах родителей и детей есть отклик. Викентий Абрамян, старший методист Олимпиады и конкурсов Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, поблагодарил Волгоградскую епархию и лично митрополита Волгоградского и Камышинского Федора за хорошую организацию конкурса. Надо заметить, что Волгоград вообще в истории нашей Олимпиады имеет колоссальное значение. Из Волгограда очень много ребят становились чемпионами, победителями Олимпиадами. Уровень, который предоставляет поддержки, внимание, заботы в Волгограде, ну вот за больше, чем 60 финалов у нас пока не было, да. Поэтому у нас сердечный поклон епархии. После молебна участники мероприятия встретились в Волгоградском техническом университете, где состоялось торжественное открытие, а затем прошли состязания. В этом году интеллектуальная Олимпиада в нашей стране проходит уже в 20-й раз, а ее идея проведения родилась в 2008 году в православной школе города Плесково в Подмосковье. Ее куратором стал православный Свято-Тихоновский университет. Уникальность этого состязания в том, что в нем принимают участие школьники третьих-четвертых классов и аналогов подобных конкурсов для этой возрастной категории в России нет. Многие дети в Волгограде впервые. Они поделились своими восторгами от городских достопримечательностей и рассказали, как долго и серьезно готовились к борьбе и настроены только на победу. Я готовлюсь два года. Во втором классе я был на финале, мне очень понравилось. Меня готовит Гациир из Тольятти. Мы с мамой очень стараемся, конечно, ждем победу. А вот ты сегодня по городу прогулялся, что тебе здесь понравилось? Ну, конечно же, родина-мать, она, видно, со всех точек города. Мне еще понравилась аллея героев. Мы сходили в магазин сувениров, очень хорошие сувениры. Советую всем посетить Волгоград. А в храме ты был? Да, был. У нас сегодня там был молебен. Очень потрясающе. Задания по теме «Моя страна России», которые дети выполняли на скорость, на развитие памяти и интеллекта, касались краеведения, истории, культуры Южно-федерального округа и Волгоградского региона. Абсолютным победителем интеллектуальной олимпиады стал четвероклассник из Екатеринбурга Михаил Маракулин. Лучший результат среди волгоградцев показал Тимофей Герасименко, учащийся 4 класса 16 гимназии. Призовые места в командном зачете достались представителям Москвы, Ульянска, Санкт-Петербурга. По словам руководителя отдела регулиозного образования и катехизации Волгоградской епархии Игумена Христофора, мероприятие стало возможно при непосредственной поддержке ряда образовательных учреждений Волгограда. Крайне важно, что мы уделяем детям внимание, что мы стараемся передавать какие-то знания, что мы транслируем какие-то культурные ценности, цивилизационные ценности. И вот такие Олимпиады – это один из способов передать от поколения к поколению, закрепить, где-то защитить этих детей от таких деструктивных влияний, которые, к сожалению, тоже в нашей жизни предостаточно. Поэтому мы с удовольствием участвуем в таких проектах и будем всегда их поддерживать. Продолжение следует...